В общей сложности у меня в районе пяти лет опыта в IT и более трех лет опыта работы DevOps-инженером. Начинал я с системного администратора на хостинге, дальше NOC-инженер, дальше DevOps. По мере роста росли задачи, разнообразились, становилось интереснее, сложнее. Вот, значит, как бы, да, работаю компанией DataArt, значит, наша тема это Ansible, Use Cases and Custom Modules. Почему я выбрал эту тему? Потому что, в принципе, я работал в течение своей карьеры, так сказать, наверное, на проектах 9-10 и, ну, больше чем, побольше половины использовался Ansible. То есть, да, есть, как бы, другие Configuration Management, там, Chef, Puppet, вот, но так сложилось, что у меня использовался Ansible, использовался в разных целях, то есть, о которых мы поговорим попозже. Вот, поэтому, в принципе, я решил, как бы, поделиться немножко опытом, решил рассказать о том, какие Use Cases я решал и, как бы, и рассказать о том, у меня была достаточно недавно интересная таска, да, то есть, создание кастомного модуля для Ansible. Вот, не очень распространенная такая, как бы, практика, но, в принципе, иногда такое сталкивается. Я подумал, что, возможно, это будет интересно, поэтому решил этим поделиться. Вот, сразу хотел бы обратить внимание, что это, в принципе, мой, как бы, опыт, в мое видение, то есть, я не претендую на то, что оно, там, идеальное, правильное и, как бы, категорично, да, то есть, как бы, старался делать, как бы, по Best Practice правильно, как получилось, ну, как бы, судить вам, наверное, больше. Значит, как бы, у нас агенда есть такая, да, то есть, в принципе, мы сначала разберем, что такое Ansible, почему, я немножко уже рассказал, юзкейсы, да, там, какие есть бенефиты, как я использовал на своих проектах, как бы, расскажу немножко вообще о модулях, какие есть, потом я расскажу, как бы, о том, как я создавал, да, модуль сам конкретно и вопросы. Вот, в принципе, как бы, я планировал поделить весь этот доклад на две такие глобальные части, да, первая такая более общая, а вторая уже, как бы, такая более, ну, в общем, об Ansible, а вторая такая именно конкретно о модуле, да, о создании кастомного модуля. Вот, ну, в принципе, предлагаю, да, давайте так, хотел бы спросить, у кого есть опыт работы вообще с Ansible, кто использует на проектах, кто знаком, просьба поднять руки, чтобы понимать, ну, в принципе, достаточно много людей, поэтому я думаю, что будет, возможно, это будет интересно. Значит, ну, и тогда, типа, кто писал, когда модуль, приходилось ли кому-то писать, ну, не так много людей, как бы, да, поэтому, как бы, задача не очень часто встречается, но иногда встречается. Значит, как бы, да, что такое Ansible? Ну, как бы, Ansible – это система конфигурации, да, то есть Configuration Management System, которая, в принципе, позволяет нам упростить нашу повседневную задачу. Это open-source продукт, то есть мы, в принципе, можем зайти на GitHub, посмотреть код исходный, посмотреть модули, как он строится, да, то есть позволяет нам хранить нашу, как бы, инфраструктуру, либо наши диплоймент, скрипты, плейбуки, роли консистентными, вот, и упрощать, ускорять наш процесс. То есть вот, как бы, такая, вкратце, что такое Ansible. Почему? Потому что он прост, потому что он распространенен, и, как бы, на нем можно решать достаточно большое количество задач из кейсов, гибок, и поэтому, как бы, в принципе, я, как бы, работаю с ним плотно, и поэтому, как бы, выбор полный Ansible. Значит, какие есть юзкейсы, да, то есть как гласит, так сказать, документация, интернет, то есть, да, мы, в принципе, можем использовать Ansible для провижения инфраструктуры, мы можем использовать его для диплоймента наших, для диплоймента софтвайр на окружение, мы можем автоматизировать какие-то наши повседневные таски, и также, в принципе, очень хорошая штука, которая для disaster recovery, да, то есть если у вас сломался какое-то, какое-то окружение, и вы можете не тратить большое количество времени на то, чтобы его разобраться, в чем причина, что сломалось, вы можете заново, ну, возможно, если у вас хранится где-то в системе контроля версии Ansible, вам проще просто запустить и заново создать это приложение с нуля, там, накатить бэкапы, и, в принципе, там, за 20 минут, за полчаса получить готовое рабочее окружение, а не разбираться, там, полдня, что сломалось, почему, как, да, то есть, в принципе, disaster recovery тоже нормальный такой вискейс. Значит, какие бенефиты у нас от использования Ansible, это то, что демпатентность, ну, я, как бы, знаете, я думаю, большинство знает, что такое демпатентность, да, это, то есть, когда ты пишешь плейбуки и роли, модули, которые, в принципе, есть возможность запустить с любого окружения, и они будут работать на любом окружении, то есть на любой, там, на любом дистрибутиве они будут отрабатывать у тебя всегда корректно, то есть, да, это, в принципе, и демпатентность. Ansible позволяет это сделать, это не так просто, на самом деле, мы стараемся, я стараюсь на проекте, на своем, на нынешнем, но это, честно скажу, не всегда получается так, как хотелось бы, но, как бы, в принципе, если получается, то потом очень экономит время и нервы. Второй, наверное, бенефит – это агент, то, что отсутствие агента, да, то есть, у нас, нам не нужен никакой агент, нам не нужно конфигурировать его, настраивать, то есть, у нас есть контрол-машина, у нас есть SSH-доступ к ремоут-машинам, и, в принципе, мы можем уже, как бы, Ansible пользоваться, запускать. Простота – это, как бы, тоже важный, важный момент, потому что, в принципе, пользоваться Ansible достаточно можно быстро, несколько команд устанавливается, и создать какой-то первый плейбук, там, вообще, типа, ну, может, ты можешь там за полчаса уже что-то готовое выкатить, в принципе, реалистичное, поэтому, ну, как бы, просто. Модульность, я считаю, да, это большое преимущество, потому что, в принципе, очень большое комьюнити у Ansible, я заходил недавно на их гитхаб, смотрел, там, у них на модуле, там, больше 1700 pull request сейчас висит, есть ISH, короче, какие-то, там, больше 800, но очень активно развивается и покрывает все новый и новый какой-то функционал, как бы, с помощью модулей можно покрывать, поэтому, в принципе, очень-очень хорошая штука. Версионирование, то есть, да, вы, в принципе, можете, как бы, хранить, это понятно, я думаю, хранить ваш код в системе контроля версий, можете откатываться, поэтому, как бы, можете вносить какие-то изменения, и это понятно. В принципе, удобная также штука, да, benefit, это то, что, в принципе, step by step, то есть, вы, когда запускаете какой-то плейбук, у вас репорты идут шаг за шагом, вы понимаете, в данный конкретный момент, что у вас происходит, можете посмотреть, это, в принципе, как бы, не проблема. Есть такая штука, как Ansible Galaxy, это набор ролей уже готовых, да, то есть, если вам нужна, там, какая-то MySQL роль, или вам нужна какая-то Java, вы можете с Ansible Galaxy взять уже готовые, внести какие-то изменения, адаптировать ее под ваши конкретные требования, вот, но, как бы, иногда проще, проще воспользоваться этим, потому что уже это есть готовое, не городить свой велосипед, ну, мощный, powerful and flexible, да, потому что мощный, потому что можно делать несколько, несколько задач, да, несколько use-кейсов, и гибкий, потому что можно кастомизировать, опять же, можно писать какие-то модули, можно писать плагины под Ansible самостоятельно, и поэтому, как бы, гибкость достаточно высокая. Ну, и хорошая штука Ansible Vault для хранения секретов, да, то есть, вам нужно как-то менеджить секреты, вам нужно использовать пароли, токены, вы это все дело шифруете, можете хранить систему контроля версии, оно хранится в таком виде, что, как бы, даже если кто-то получит доступ, если у него не будет мастер-пароля, то, как бы, никакого, никакого профита не будет от того, что он увидел в набор этих цифер, да. Значит, как бы, как я использовал Ansible на своих проектах, да. Не, я о Тавере не говорил, потому что Тавером не пользовался, я знаю, что есть такая штука, да, но, как бы, мы бесплатные, да, open-source. Значит, как я использовал Ansible на своих проектах? Первое у меня был use case, это у меня был такой демон, да, написан на перле, который проверял, как бы, есть ли активность с окружениями, да, QA-ними, девовскими, если эти, ну, как бы, в течение четырех часов там нет никакой активности, то он тушил, ну, то есть нет взаимодействия, он тушил эти окружения в Амазоне, потому что, ну, с целью экономии бюджета, вот. И нам нужно было, как бы, там был кастомный написан баш-скрипт SystemV, который стартовал, стопал это приложение, и нужно было, как, ну, когда я начал заниматься этой таской, первое, с чем я столкнулся, тем, что этот баш-скрипт, во-первых, там больше ста окружений, и везде он разный, и нужно было его привести в порядок, а потом нужно было везде его обновить, чтобы он был везде одинаковым, то есть, да, и чтобы не идти на каждые эти сто окружений и обновлять это все руками, мне пришел, я, как бы, узнал, что есть такая штука Ansible, и я вот написал плейбук, который мне пробежался и поставил на все мои окружения, как бы, правильный баш-скрипт, я потратил, там, в районе полудня на создание этого плейбука, полудня на создание корректного баш-скрипта, ну, в принципе, эту таску я, ну, как бы, за неимением еще опыта, понятно, может быть бы, как бы, сейчас бы я бы сделал, думаю, быстрее, но это был мой первый опыт, я, в принципе, день потратил, и я закрыл такую достаточно серьезную задачу, и я такой подумал, о, круто, классная штука, типа, надо стараться дальше, дальше ее использовать. Потом у меня был проект, когда клиент хотел мониторинг, и была инфраструктура в AWS, и он хотел хотя бы какой-то, потому что не было, и, в принципе, нужно было настроить CloudWatch, да, то есть там для рамы базовые, ну, как бы, скрипты правовые поставить для сториджа, вот, там тоже было больше десяти окружений, я решил, что было бы интересно, ну, как бы, руками это неинтересно, попробовать писать Ansible, тогда я столкнулся первый раз, да, что разные дистрибутивы, то есть нужно, как бы, думать в поводу, ну, смотреть в сторону идемпотентности, чтобы Ansible мог работать на разных дистрибутивах, да, вот, и потом у меня, как бы, ну, по мере, по мере, как бы, работы, набрания опыта, в принципе, задачи усложнялись, потом у меня была задача, нужно было сделать TeamCity сервер, да, настроить и агент, сделать все это инфраструктуры, языкод, инфраструктуру делали терраформом, я делал, накатывал это все дело с помощью Ansible, то есть я писал роли для TeamCity агента, для сервера, для Java, для базы, прописывал dependency, то есть, в принципе, это был мой первый опыт именно создания ролей, вот, как бы, да, то есть deploy software, use case, в принципе, есть, также на этом проекте у меня был еще Zabbix, да, то есть нужно было, я писал еще роль, но я забыл сюда добавить, Zabbix агенты, Zabbix сервер, как бы тоже, да, и сейчас проект, на котором я работаю уже в районе полугода, здесь Ansible у нас, это просто везде все, то есть инфраструктура Ansible, автоматизация рутинных задач Ansible, disaster recovery Ansible, infrastructure as a code Ansible, deploy software тоже Ansible, то есть все, как бы, в Ansible, и тут, как бы, все use case, которые были приведены, реализованы. Значит, как бы, по модулям, то есть, да, это, в принципе, была такая, наверное, кратенько первая часть, да, вот у Ansible, там, сотни тысяч модулей, если честно, и они очень активно растут, очень активно развиваются, пишутся, контрибьютятся, поделены вот на основные, да, на основные, как бы, группы, там, Cloud, Command, кластеринг и, в общем, мониторинг, месседжинг, какие, в принципе, для нетворка, для баз данных, для сториджа, для системы контроля версий. Сразу хочу оговориться, конечно, с модулями, с этими, которые, ну, как бы, это core модули, да, есть проблемы, их очень большое количество, хорошая документация по большинству из них, но могут отличаться какие-то параметры, аргументы, в зависимости от разницы версии Ansible, и есть модули, которые не, скажем так, не работают, так, как ты ожидаешь, конкретно у меня был use case, мне нужно было запушить в registry, в GitLab-овское image, да, как бы, и у меня, как бы, пришлось это все делать модулем command, потому что просто я запускал, использовал Docker image, этот модуль, но он мне, типа, отдавал результат success, типа, окей, все хорошо, но имидж у меня не появлялся в registry, я, как бы, не стал, не стал ковырять, что, как, почему, я просто завязал command или shell, и, как бы, и все, то есть, и, как бы, это был, не, это не один, не один пример, то есть, в принципе, как бы, да, это круто, да, это хорошо, но вы можете спокойно столкнуться с тем, что что-то может не работать, и, ну, тогда есть, как бы, типа, command shell, можно попробовать это все дело обойти. Ну, либо, если вы крутой, крутой чувак, хорошо знаете по Python, можно зайти, разобраться в вход, залезть и законтрибьюти, попробовать сделать pull request и пофиксить тот функционал, который не работает, как бы, это выбор ваш. Значит, как бы, вот перед тем, как, возможно, придется когда-нибудь вам заняться такой задачей, да, как бы, чтобы создать кастомный модуль для Ansible, я бы для начала бы попытался бы, как бы, ответить на следующие вопросы, да, то есть стоит внимательно проверить, нет ли уже подобного модуля, который выполняет такой же функционал, если, как бы, есть, то смысл, смысла нету, возможно, уже есть pull request, как бы, уже тоже, если уже есть pull request, нет смысла, в принципе, заниматься этим. Возможно, есть смысл создать вам плагин, потому что, как бы, как выполняются модули, они зачастую выполняются на удаленных машинах, если плагины, они выполняются на control машине, на локальной, то есть, возможно, вы, в принципе, можете под функционал, который вам необходим от модуля, вы можете написать плагин и, как бы, этот, использовать плагин вместо модуля, да. Возможно, есть возможность написать просто роль и использовать уже набор готовых модулей, и, как бы, этот функционал вы получите на выходе, который дает вам создание модуля, да. Ну и, возможно, стоит также ответить на вопрос, что, возможно, есть смысл создания нескольких модулей вместо одного, потому что, чтобы он у вас не был очень большим, чтобы не было, у него не был очень большой функционал, в котором вы можете запутаться, то есть, возможно, стоит подумать, декомпозировать, создать попроще. Сразу, как бы, наверное, хотел добавить, что модули создаются, ну, как бы, Ansible сам написан на Python и модули, которые, можно писать модули и на Shelly, и на Python, и на других языках, но для локального использования, для, если вы хотите использовать модули, насколько я читал, да, в доке, если вы хотите использовать, как бы, модули эти на удаленных машинах, то, как бы, нужно на Python писать. Вот. Значит, как бы, какие требования, да, есть сначала, как бы, есть, вот, да, урла, нужно пойти, почитать доку, потому что, как бы, ну, потому что без этого, в принципе, непонятно, с чего начинать, как работать, да, потом вам нужно не подготовить ваши development environment, то есть, да, как минимум, установить Ansible, установить virtual environment, поставить, как бы, используя, ну, определиться, с какой версией вы используете Python, поставить модули, которые вам будут необходимы, вот, ну, какие-то базовые поставить, если нету, допустим, да, вот, то есть нужно подготовить environment, да, ну, и, как бы, конкретно уже к моему, как бы, use case, когда я собеседовался на проект, значит, кастомер меня спросил, как у вас с скриптовыми языками, ну, я, как бы, сказал на свою голову, типа, шунубаш, и немножко умею писать на Python, он сказал, о, отлично, нам надо, типа, как бы, надо будет написать модуль, это будет ваша первая, твоя первая задача, придешь на проект, типа, и, как бы, напишешь нам, потому что у нас уже, типа, давно есть такая проблема, мы, короче, не можем с этим делом разобраться, и я такой думаю, ого, вот это я попал, вот, потому что я, как бы, слышал, что можно писать, но никогда этого не делал, не представлял, как это все дело начинается, в общем, ну, получил я эту задачу, начал дублить, доки, туда-сюда, все дела, вот, значит, создался тикет и, как бы, requirement, тут, на самом деле, очень большая проблема с requirement, потому что задачу мне ставил мой девок стимлит, как бы, он, у него было одно видение, когда я написал уже готовую, ну, как бы, первую версию, да, сделал pull request, пришел продуктовнер, а он, чувак, технический, он проревьювил, и, типа, я, короче, сказал, там, написал мне просто вот так pull request 20 комментов, этого нету, этого не хватает, этого, то, этого все, то есть то, что мне поставили изначально, короче, куча change requests, и я, когда переписал, начал переписывать эти change requests, у меня там изменился мой модуль на 85% в итоге, поэтому, как бы, реально, если поступает такая задача, совет такой, типа, немножко из своего, вот, очень уточняйте все requirement сразу, потому что позволит сэкономить и нервы, и время, и все, но в итоге, как бы, с такой болью немножко у меня вырисовались такие requirement, да, к модулю, то есть, как бы, почему вообще возникла такая задача, потому что у нас как бы на проекте микросервисная инфраструктура, все дело это, все микросервисы бегут в докере, ну, как бы, это все дело нужно чем-то оркестрировать, понятно, что, как бы, правильно, наверное, это оркестрировать кубернетисом, либо какими-то, скажем так, там, мезосом, но у них есть самописный оркестратор, Votio, Votd, ну, демон Votd, а проект вообще Votio, который написан на Node.js, и они используют его, когда я собеседовался, я спросил, говорю, а почему вы его используете, ну, чувак мне так ответил, типа, потому что он нам дает такую гибкость, которую не дает кубернетис, и, типа, отстань, вообще, типа, используем и используем, типа, как бы, дело не твоего ума, дело, по наследству нам досталось, как бы, и, типа, нам нужно, короче, у него есть опишка, и нужно, типа, нам, короче, Ansible, чтобы умел с ним, чтобы умел с ним работать, да, взаимодействовать, то есть добавлять какую-то конфигурацию, удалять через эту опишку и вообще, типа, уметь работать, потому что до этого было это все реализовано, как бы, с помощью роли, но им не нравилось, как оно работает, во-первых, оно было очень громадское, там, как бы, выглядело, ну, куча, куча дополнительных этих степов, во-вторых, не всегда было, ну, как бы, люди перфекционисты, побольше, как бы, как они себя позиционируют, и конкретно что чувака смущало, что там, когда запускаешь до Ansible, у тебя есть, типа, либо skipping, либо окей, либо желтенький change, да, типа, либо красненький файл, и что вот его смущало, что таски отрабатывали, которые, по факту, ничего не меняли, но они выдавали ему в output, типа, change, типа, зелененький, желтенький, и они не могли это никак поправить, и это была тоже одна из причин, почему они, типа, сказали, что вот нам, типа, это нас путает, вот, заводит в этот, и нам, короче, надо, чтобы это было корректно, типа, что если были какие-то изменения, тогда, типа, желтенький change, если не было, тогда, типа, окей, зелененький, либо и скипнулось, тогда голубенький, ну, как бы, вот. Значит, как бы, какие у меня были требования, да, то есть модуль должен был уметь взаимодействовать с опишкой, да, этого оркестратора, да, через модуль Python-овский URI, через request, сорян, потом он должен уметь, как бы, у этого оркестратора вся конфигурация хранится в JSON, и он должен уметь создавать и либо удалять, да, то есть конфигурацию для какого-либо сервиса в JSON, то есть он, ну, стучаться, добавлять, удалять, если ты указываешь, он умеет, он также была задача, это, апдейт, ну, то есть если у вас поменялись какие-то переменные окружения, да, допустим, для сервиса там поменялось, добавилось environment, либо поменялись порты, либо у вас поменялся имидж, с которого будет запускаться докер-контейнер, короче, должен он уметь смотреть, сравнивать, да, получать текущую, как бы сравнивать с тем, что поменялось и обновлять, если нет, то должен его пропускать и показывать зелененький цвет, типа, окей, что ничего не поменялось. Также он должен уметь было требование, что он должен уметь работать, то есть на вход себе принимать и JSON, и YAML, и потом YAML конвертировать в JSON, потому что, в принципе, как бы оркестратор умеет, ну, хранит все в JSON и конфигурацию, и работает с JSON, ну, и должен уметь взаимодействовать с демоном, который, как бы, является частью клиента, потому что есть одна нода, как бы, конфиг нода, на которой запущен, да, сам, как бы, сервис есть, в кластере есть остальные ноды, в которых запущен агент, это вот и демон, и, в принципе, модуль тоже должен был уметь с ним взаимодействовать. Все это я получил уже, как бы, ну, изначально у меня было, типа, create and remove definition, и окей, типа, это было то, что мне поставил требования, мне поставил этот мой team lead, ну, в итоге, вот эти все остальные требования уже добавились после того, как я сделал pull request, так что, как бы, вот такая вот петрушка была. Сам немножко подробностей по процессу, как бы, как я это все дело делал, значит, ну, почитал доку, понял, что все модули хранятся в папочке library, что нужно создать питоновский файл с кодом, потом я импортировал модули, которые мне нужны, да, пайтовские для работы моего модуля, дальше, соответственно, пунктом я создавал методы, процедуры, да, ну, как бы main-метод, потому что без него не будет работать никакая программа, вот, потом была тема мета-класс, это я уже, конечно, пошел на гитхаб, посмотрел, как написаны core-модули для ансибла и поют, вот, и этот, и посмотрел, как это дело делается, ну, как бы, понятно, что тоже затребовали эту тему сделать, протестировать, нужно было это все дело, как бы, тестировал, расскажу немножко, ну, дальше по некоторым пунктам, которые, как мне кажется, интересны, я остановлюсь поподробнее, дальше pull request, да, работа с комментами к pull request, потом у меня было демо, как бы, на демо, на самом деле про это, ну, чуваки сидели и вообще, типа, не понимали, чем я занимался там несколько недель, вот, ну, потом я показал, объяснил, о, да, круто, круто, понятно, там, все, типа, ну, потом замерзли, в принципе, используем, замерзли не сразу, замерзли спустя несколько месяцев, но, как бы, сейчас используем, нареканий нету, довольны, нравится, были изначально идеи, что будем как-то развивать, там, может, контрибютить куда-то, но, как бы, пока, пока все это осталось на разговорами просто, значит, как бы, да, и важный такой момент, конечно, когда, ну, дебажить, как-то это дело нужно, все, потому что, когда ты создаешь какую-то, да, софтину, тебе нужно как-то ее продебажить, вот, я познакомился с такими инструментами, да, это keep remote files, то есть, по умолчанию, как сеансы будут, если он выполняет какой-то модуль, успешно, неуспешно, создает в хамике юзера, папочка .tensible, в ней tmp, создаются временные файлы, когда работа модуля завершилась, эти файлики удаляются и все, но, как бы, их можно сохранить, чтобы понять, вообще, что туда попадает, какие аргументы попадают, какие, какой там вообще, в каком виде код представлен, есть такая вот опция, очень полезная, есть, как бы, дебаг, понятно, там, да, есть количество вайма, это максимальная, по-моему, 5, там, чем больше, короче, этих вешек, тем более подробный output, то есть, там видно, какой там конфиг, какие файлы вообще используются, пути, какие параметры к модулю передаются, что он возвращает, там, как бы, в принципе, полезно очень, да, а потом, как бы, когда мы включили remote files, у нас они сохранились, они изначально охранятся в, там, как название такое, ансебл модуль, и потом имя твоего модуля, ты открываешь, ну, ты ничего там не можешь понять, потому что там формат, как бы, ансебл его преобразовывает в свой специфичный формат, тебе нужно как-то, ну, вернуться к тому, что ты писал, запускаешь, ну, указываешь путь, explode, у тебя создается debug dir, заходишь туда, там уже конкретно есть два файлика, первый это с кодом твоего, тот, который ты писал, и в том формате, в котором ты писал, да, и аргументы, которые в JSON-е хранятся, ты можешь посмотреть, какие аргументы передаются, везде ли есть кавычки, потому что у меня была с этим, как бы, проблема, я достаточно долго игрался, вот, как бы, помогает штука, да, ты можешь разобрать, посмотреть, потом ты можешь внести тут же изменения в этот модуль, и, как бы, чтобы не запускать это все со своей control машины, можешь запустить уже на удаленной машине с помощью execute'а, и проверить, работает, не работает, то если работают, то изменения, которые ты внес, они, как бы, ну, помогли тебе, вносишь потом уже изменения у себя на контрольной машине, и, как бы, дальше оно работает, вот, так что, как бы, ну, вот такие средства я использовал, в принципе, мне этого было плюс-минус достаточно, если кто-то знает какие-то другие, буду рад услышать. Использовал такие модули, да, то есть JSON-е это для работы с JSON-ом, request-е это для взаимодействия с API-шкой, OS и system-е это для взаимодействия с Linux-овым демоном, ну, как бы, сам, сам этот модул utils basic, да, типа, для создания, и последний модуль это для создания метакласса в Python-е, то есть, расскажу дальше подробнее, что такое метакласс, да, то есть, у меня были, как бы, я создавал такие методы, да, это первый метод, это который рестартил демон, то есть, у меня было, как бы, какая, какое дефолтное вообще поведение, то есть, вносится какое-то изменение, в сервисную конфигурацию проходит минута, значит, демон смотрит, что конфигурация изменилась, он тушит докер-контейнер со старой и подымает, уже выкачивает, если ты изменился имидж, выкачивает новый имидж и этот, создает, запускает докер-контейнер, ну, как бы, минута. Кастомер захотел, чтобы у него была возможность это все дело делать имидиатли, вот, для того, чтобы эти изменения применялись имидиатли, нужно было делать систем CTL, релод, как бы, выполнять команду, то есть, когда ты релодишь, применяются изменения имидиатли, не нужно ждать минуту, да, вот, вот, как бы, вот, потом это была функция следующая, это была просто проверка, апдейтнулась, не апдейтнулась, в зависимости от того, если апдейтнулась, тогда output желтенький, если не апдейт, она зелененький, это, если у тебя обновляется конфигурация, это, если нужно создать новую, нужно, если следующий метод, который удалял, следующий модуль, как бы, тоже часть, короче, вот эти две функции, они взаимодействовали вместе, вот, и была вот эта последняя, если честно, мне было, ну, как бы, с ней, я не Python-девелопер, да, то есть я больше с operations, и нужно было, короче, там, там нужно было написать пару таких строк, именно, как бы, не if-ов каких-то, не else-ов, а именно таких нормальных преобразований, там надо было этот, короче, сейчас не вспомню, но надо было, короче, погуглить, в общем, я нашел что-то подобное, нашел два кусочка, скомпоновал, потратил немножко времени, но сделал, оно работает, в принципе, потому что нужно было преобразовывать, там, YAML в JSON, там, не все так просто, были, короче, подводные камни, но, как бы, получилось, ну, и main, как бы, метод, да. Значит, что такое мета-класс, это я, как бы, посмотрел, ты, перед тем, как у тебя идет непосредственно код своего модуля, да, у тебя идет, ты импортируешь тот самый нижний модуль, что я показывал, там, такая длинная строка, да, и потом ты пишешь, он тебя, ну, у меня состоял из documentation и examples, ты в documentation открываешь тройные кавычки и дальше просто описываешь краткое, как бы, description твоего модуля, какой у него есть функционал, то есть у меня, типа, модуль назывался config API, short description, как бы description, какая версия, допустим, и описываешь, какие аргументы этот модуль принимать может и какие значения могут быть у этих аргументов, какие дефолтные, то есть чтобы человек, если ему нужно будет его завязать, мог открыть, посмотреть, как его использовать, что вообще есть, вот, потому что, ну, как бы, это все есть на Ansible Docs по модулям, которые входят в Core, но так как он на этот модуль не входит в Core, как бы, ну, и все равно и на GitHub тоже есть эта документация, поэтому, как бы, вот, да, то есть option state, допустим, это, и у него есть, типа, два этих, два значения могут быть present absent, понятно, типа, present добавляет, absent удаляет, дефолтный present, ну, и, как бы, description немножко, что он делает, ну, типы тоже описаны, да, то есть там, что это строковый параметр, да, значит, и это вот examples, как бы, секция, да, то есть если мне нужно удалить какой-то там, допустим, какой-то сервис, который мне уже не нужен, да, то есть я, типа, делаю название модуля state absent, мол, нода, и потом этот урлак контрольной ноде, да, и название сервиса for stop для того, чтобы применить это все дело immediately, ну, как бы, до этого это все на самом деле, ну, как бы, тут сколько, 5-6 строк, до этого это там где-то было строк 70, и реально было все сложно у них, ну, как бы, как у них было написано, реализовано, после этого, как бы, стало смотреться намного все, как бы, понятнее, ну, как бы, за исключением того, что это кастомные, конечно, моды, да. Вот, это, что-то немножко, конечно, ссори с форматированием текста, это пример, как добавление или удаление, да, то есть здесь, в принципе, все то же самое, только меняется state present и, как бы, сервис definition, сама конфигурация, потому что она может быть, ну, у нас, как бы, поделена, как для 80% сервисов она хранится в templates, да, в Jinja template, и, но есть некоторые сервисы, где хранится в, как бы, ну, для каждого сервиса есть роль, есть папочка default, там есть main.yaml, и там хранятся эти переменные, то есть, в принципе, здесь указано, как бы, ты задаешь эту, эту переменную. Ну, это все, на самом деле, я привел в упрощенном виде, потому что у нас, как бы, тут все, типа, дело через, через переменные, там конфиг API нода, конфиг API control нода, там сервис найм, это, как бы, все не хардкодится, это все через переменные передается, поэтому, как бы, ну, здесь на примере, как бы, как хардкод все, да. Вот, значит, тестирование, как бы, с тестированием сложно, ну, в принципе, как бы, на самом деле, тренд такой, что не так, не так все хорошо, как бы, на данный момент с тестированием, допустим, той же инфраструктуры, мы были на конференции, вот в Киеве на DevOps Day, да, вот у меня футболка, там обсуждалась тема, вообще, тестирование инфраструктуры, тестирование DevOps кода, и, как бы, показывали, что это одна из таких, как бы, ступеней, которая, как бы, пока еще не очень развита, но бурно развивается, скажем так, это следующий такой, типа, там, infrastructure is the code, это уже must have, там, да, а вот и, как бы, тестирование еще, еще, как бы, развивается, то есть, это еще не сегодняшний день. Как я тестировал? Я просто написал обычный кейплейбук и тестировал с помощью него, и у нас есть end-to-end тестирование, то есть, если мы делаем какой-то match request в ветку master, либо ветку develop с этой, с фичи ветки, да, у нас делается, есть набор сервисов, которые core сервисы, и потом просто берется, создается тестовый кластер, деплоятся эти сервисы, core сервисы, если все хорошо прошло, значит, мы тогда мерзим. Если что-то сломалось, мы разбираемся, что сломалось, и, как бы, фиксим, то есть, ну, не мерзим этот код. И, как бы, потом я почитал, что, да, можно unit-тесты, можно integration-тесты, есть такая штука, как sanity, там эта штука запускает докер-контейнер и может проверять, как бы, правильно ли твои documentation написан, правильно ли аргументы передаются, но я не использовал ее, честно, как бы, каюсь, наверное, может, нет. Возможно, в будущем когда-нибудь я ее использую, когда, если у меня будет еще такой, конечно, use case когда-то, то я обязательно разберусь, потому что я думаю, что, в принципе, интересно, и можно, как бы, будет сказать, вот, я, да, использовал, разбирался с этим делом. Ну, и, как бы, в таком небольшом завершении, да, там, best practice какие-то и рекомендации, какие-то конкретно свои, да, какие-то, то, что, честно, как бы, нашел в доке, да, то есть, как бы, в модулях должен быть только релевантный output, который, ну, ничего лишнего. Иногда бывает такое, что в output может быть какие-то sensitive data, можно, есть такая опция, как no log, и ты ставишь просто true, и эта таска или этот плейбук, он тебе не выводит output, то есть, да, и ты, в принципе, можешь эти данные, эти sensitive данные прикрыть. Потом, как бы, да, возвращение exit кодов, это считается не очень хорошей практикой, то есть, да, как бы, ну, нолик-единичка, нолик-успешно, единичка, файл, да. Вы меня сейчас спрашиваете конкретно про средства мониторинга или граф, графана, графита используется, но я, как бы, с мониторингом там не очень взаимодействую. Я знаю, что у них графита используется, и графана визуализируют они все. А, как бы, упал, да. Вот, демон есть, который, у него есть список контейнеров, которые должны быть запущены. Не, он просто сам смотрит, если контейнер у тебя в дауне, он пытается его запустить. А у нас настроено, это, для продакшена настроено графиты, и в слаг приходят нотификации, что какой-то сервис там не работает, либо возвращает не тот код в течение, там, пяти, там, десяти минут. И тогда ты идешь руками и смотришь, понимаешь, что там у тебя какой-то сервис не подымается. То есть, как бы, демон каждую минуту проходит и пытается, ну, смотрит, как бы, что вот у него есть список сервисов, допустим, engines default, да, и он, как бы, пишет его, как missing. Что он делает? Он берет, смотрит в конфигурацию, качает image, пытается его запустить, если не может его запустить, высыпает это все дело в лог, в syslog, ну, пока так, пока так, и, как бы, нет, 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 есть, смотрите, есть, как бы, контрольная нода, на ней установлен сервис Votio, как бы, вот, аркестратор, и есть дальше, как слейвы, на которых стоит агент, и вот он, он общается через запишку, этот агент, он устанавливается, у него есть в конфигурации забита айпишка, либо урла конфиг ноды, и он с ней общается, и от нее получает изменения. Передергивает контейнеры, когда есть изменения, и когда изменения нету, он их не передергивает. Да, как бы, потом, на чем мы остановились? Остановились мы на аутпуте, и, значит, как бы, должен быть, ну, модули должны давать JSON, аутпут, да, валидный формат, они должны быть, в принципе, самодостаточные, вот, желательно в одном файле, то есть, поменьше там, импорт каких-то делать, других файлов, да, включать minimum dependency, то есть, только делать импорт только тех модулей, которые вы будете по факту использовать, и, как бы, использовать, если есть возможность, да, буллин переменные, yes, no, true, false, то есть, как бы, ну, и конкретно из своего опыта четко, четко понимать requirement, и потому что это очень сильно сэкономит время, вот, хотел бы пожелать, ну, и больше, наверное, обратить внимание на тестирование, то есть, да, позаморачиваться, потому что, в принципе, может, может помочь. Ну, так у меня все, вопросы. Да. Был из плюсов использование версионности, да? Да. Я не совсем понял, версионность, как ты реализуешь Ansible, то есть, просто через Git? Да, хранение, хранение Ansible кода просто в Git, да. Да, 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 все так, все, все, все верно, да. Просто нужно его развернуть Ansible и туда ему конфигурацию залить. Вот это была основная задача. Ну, и если есть какие-то изменения, соответственно, тоже он помогает это все делать. До этого у них было все через модуль URI, и они вытягивали URI, всю вот эту конфигурацию, потом писали регулярку, парсили, находили тот сервис, который им нужен, сравнивали с тем, что у них есть. Ну, в общем, короче, вот такая вот, вот такая штука была там. Достаточно было сложно и запутано. Да. Еще вопросы? Я не работал, поэтому… Ну, плюс-плюс-минус, плюс-минус, да, да. Вот у Puppet, например, для того, чтобы делать подобные модули, есть там свой Puppet Development Kit. Может, у Ansible тоже есть что-то типа такого, что генерирует сразу скелет. Может, но я не слыхал, не использовал, не знаю. Возможно, есть, я не в курсе, честно. В Пайтоне? Ну, я понял. Ну, допустим, я скажу по себе. У меня до этого был опыт с Пайтоном. Там я написал скрипт там для создания типа заглушек небольшой такой. И я написал скриптец для парсинга имейла. То есть, да, ну, там проверять, есть ли в имейле аттачменты, есть, нету. И, пожалуй, я так не припомню. Ну, то есть, в принципе, как бы особо как бы высокого порога, наверное, нету. Ну, как бы, как я скажу, типа, если ты хорошо знаешь, допустим, ты писал там регулярно, если ты пишешь регулярно на Пайтоне хотя бы там раз в месяц, ты пишешь какой-то более-менее скриптец там на, не знаю, 100, 200, 300 строк, то ты там за пару дней наваяешь этот модуль. Если ты когда-то там писал, а потом через полгода ты не писал, ты реально все забыл, ну, и ты типа сидишь там чуть ли не каждую строчку можешь углить. То есть, тут как бы вопрос даже не столько в порог вхождения вопрос больше навыка. То есть, если есть навык регулярно писать, то ты напишешь быстро. Если нету, если ты регулярно не пишешь, то нету этого навыка, то ты тоже напишешь, но ты напишешь его долго, у тебя будет куча комментов к твоему марш-реквесту, и как бы ты будешь кучу вносить права потом со временем. Вот как-то так. Кластера? Не, не, нету, не. Не, не используется. Ну, я же, как я говорю, я пришел, спросил, мне ответили, что вот нас по наследству, и он позволяет, как мне ответил чувак, ну, опять же, у меня было сообщение на английском, я просто спросил, типа, говорю, а что вы не используете, говорю, ну, кубернетис, там, говорю, что вы не используете Тераформ для инфраструктуры, для провижения. Ну, у нас такая политика, это, типа, холиворная, ну, он мне говорит, но мы хотим, чтобы у нас не было зоопарка, типа, мы хотим, чтобы у нас вот, у нас инфраструктура, Ansible позволяет делать инфраструктуру, мы делаем ее Ansible, он позволяет нам накатывать софт, мы, типа, это, как бы, мы все, типа, делаем одной тулзой, и, как бы, конкретно по этой штуке, что мы использовали, да, использовали по Вотио, собственный оркестратор, и мне сказали, что он просто позволяет анализировать нагрузку, и, типа, этот, в зависимости от того, на какой нагрузке нода, типа, запускать сервис, я говорю, ну, как бы, кубернетис тоже, типа, это позволяет, ну, чувак как-то ушел, типа, и дал мне понять, типа, что не задал бы меня, типа, этими вопросами, ну, как бы так. В Ansible есть переменные, есть 17 или 18 переменных, и у них есть разный приоритет, да, то есть есть переменные, которые ты, допустим, есть роль, в нее есть там папочка defaults, tasks, templates, туда-сюда, в этой defaults ты пишешь переменные, задаешь какие-то. Есть inventory файл, в котором у тебя разбиваются твои ноды, хосты по группам, и дается какой-то группе, допустим, там, MongoDB сервер, да, у тебя добавлено две ноды, соответственно, есть такая штука, как групп варс, и все ноды, которые входят в вот эту группу в inventory, им ты можешь в этом групп варсе прописать эти переменные, и они будут одинаковые для всех хостов, которые входят в эту группу. Можно передавать через командную строку, типа, через extra варс, у них самый высокий приоритет, это то, что я, потому что там реально учить приоритет этих переменных, это просто можно голову сломать. Я помню, что вот эти самые приоритетные, если ты передаешь через командную строку, эти переменные, она перезатирает любые, то есть ты как это, берешь какую-то переменную с таким-то именем, если она у тебя есть групп варсе, если она у тебя есть дефолт, если ты в каком-то плейбуке ее передаешь через варс, она все перезатирает значение, это основное значение, то есть ты используешь вот это. Там есть переменные, вот ты плейбук, ты типа вызываешь какую-то роль в плейбуке, да, верхнего уровня, там, там роль, например, там, джава, там какой-то, или какую-то таску с этой, допустим, конкретную, да, и ты передаешь туда какие-то переменные, там, сервисное, там, что-то еще, можно просто пишешь wars и передаешь этот. Потом в роли есть папочка wars, в ней есть тоже файлик main.yaml и там тоже, короче, куча переменных. То есть, ну, типа там 17 или 18 видов переменных и только если у тебя есть желание. Ну, просто на самом деле очень-очень легко выстелить себя в новую с этими переменными. Я стрелял 7 раз. Потому что, как бы, где-то переопределяются, ты не можешь понять, что, как, почему. Ну, как бы, Devah в этом случае выручает. Еще вопрос? А есть ли варианты найти какой-то модуль, который будет участие? Ну, мне сказали, типа, что нету аналогов. Я поресорчил, типа, тоже, как бы, нету. Ну, как, есть что-то подобное, но оно не подходит для нашей, типа, use case. Я же изначально было, типа, что мы сейчас напишем, потом мы, типа, попробуем его это все дело законтрибьютить в core и добавить в core. Вообще были такие планы и саппортить его и все остальное. Но это все закончилось на, как бы, на этапе разговора, потому что потом пошли другие таски и, как бы, все. Как-то так. По поводу корректного отображения статуса. То есть, если там the hell is красный, там, если change в желтый и так далее. Может, есть какие-то триги, как, чтобы не писать свои модули, а именно часто бывает. Есть, есть там у Ansible, типа, есть такая штука, типа, как ignore change или change что-то это, ты ставишь ее no, по-моему, и она, типа, если у тебя, ну, ты знаешь, что у тебя этот пункт просто выводит тебе, там, допустим, есть такая штука, как debug, да, там, даешь var, и оно тебе просто выводит значение переменной. Ну, допустим. То есть у тебя, по факту, ничего не меняется в конфигурации на remote-машине, у тебя просто это output. Оно тебе репортит, как окей changed. Ты можешь добавить, там, ignore changes. Ну, я сейчас не помню точно, как эта штука называется, но у меня я делал такое. Типа, ты просто ставишь ее yes, и он тебе просто репортит, как зеленый, типа, и все. У тебя output такое есть. Не-не-не, вопрос был, по ходу, не про это чуть-чуть. Вопрос был про зелененький, желтенький, типа, окей. Только хорошее, слышно, что, если возвращается для меня то, что я понимаю, что это больше не и все, ты просишь в модуле, то, что это да, и, например, 122 вернулось, значит, там целый. Угу. Частично про это, да. Спасибо. Еще вопросы? Тут есть люди тоже, которые были на DevOps, да, и, ну, если честно, мне доклады были, ну, интересные, но, скажем так, были доклады в основном упор на софт-скиллы. Я, как бы, пока софт-скиллы, ну, нужно развивать, но я, как бы, хотел бы еще над хардовыми поработать. Самое интересное это было, когда вот были, типа, у нас open, такой формат, типа, open space, выносились просто темы, и мы их обсуждали, каждый делился своим опытом. Вот был конкретно тема поднято, тестирование инфраструктуры, вот, Terraform, рассказывали про TerraState, рассказывали про Inspec, вот. Вот, это то, что, вот, в принципе, было такое, что самое, наверное, запоминающееся и интересное для меня. Вот так, вкратце. А? В воркшопах, как бы, не было, были вот просто обсуждения, деления опытом, там, как вот у вас там есть какие-то такие проблемы, там, и как вы их, как вы с ними справляетесь на своих проектах, допустим, вот такого плана. Делились как-то таким опытом-то, наработками. Как-то так. Пожалуйста. Да. Ты сказал, что у вас с open-source используется, правильно? Ну, Ansible. Да, да. А вы пробовали что-то с AVK делать? Это аналог Тауэра. Не, не, не пробовали. У меня был один проект, на котором использовался Тауэр, но я так и не дошел до этого Тауэра, потому что проект этот закрылся через неделю, и все, как бы. Ну, как, он ушел просто с DataArts, получается, и все, как бы. Поэтому я не использовал никакие настройки, вот просто Ansible, консоль и DE, вот все, как я работал с Ansible. Не, я понял, просто есть аналогов AVK, и просто в каком состоянии можно заезжать, не может. Нету опыта, я не подскажу, не знаю. Я понял. И еще второй вопрос по поводу конфигурирования инфраструктуры, то есть самих уже стеков. Ну, может, есть опыт, как Ansible с этим справляется по сравнению с Тераформом? Просто для чего, ну, Ansible на таком уровне использовать? Ну, мне лично, мне, из моего опыта, мне понравилось больше работать с Тераформом и создавать инфраструктуру через Тераформ. Вот. В принципе, достаточно просто создавать инфраструктуру на Ansible. есть куча модулей для создания клаудной, и это тоже есть на Тераформе. Но разница же в чем? То, что Тераформ у тебя идет, ну, по-моему, стейтфул, типа, это позволяет тебе хранить состояние твоей конфигурации, и ты можешь даже попробовать заимпортировать твою конфигурацию в Тераформе. В Ansible этого нету. В Ansible ты запустил плейбук, создать виртуальную машину, он тебе создал. Ты запускаешь второй раз этот плейбук, он тебе опять создает виртуальную машину, пытается создать. Но вот в это как бы минус, но, в принципе, достаточно просто создавать ее. И почему как бы так они решили? Потому что не хотят завопарка. Вот даже сейчас у нас уже чуть-чуть от этого, типа, есть Jenkins, есть GitLab CI. И, ну, GitLab там используется как registry, GitLab используется как backtracker, GitLab используется как хостинг для репозиториев, и решили, что будем уходить с Jenkins'а на GitLab CI, потому что хотим, чтобы все было в одном месте. Вот у них такая политика, поэтому они решили использовать Ansible, потому что они используют его как disaster recovery, они используют его как для деплоя софтвайра, и если есть возможность его использовать как инфраструктурный язык, они тоже его используют как инфраструктурный язык. Вот и все. Насколько большая? Ну, серверов, наверное, кластеров, наверное, штук 15 по 5, по 6 нот, по 3, по 2. Ну, в тестовых дайверских 2-3, в продакшене 7, по-моему, в одном, во втором 5, в третьем штуки 4, в сайджингах 3-4, как бы, ну, еще в других сайджингах тоже 3-4. Все в ажуре. Да, я согласен. Вот как-то так. Да. Ну, я, у нас, как бы, по папочкам разбивается, у нас, типа. Много, ну, каждый сервис есть, типа, есть платформ, заходишь, да, и там есть, типа, env. Для каждого кластера свои environment. Есть какие-то command-сеттинги, да, потом есть секреты, есть для каждого кластера свои секреты, есть command-секреты. Потом, типа, есть roles, в которой есть вообще все роли, все сервисы, которые деплоятся, да, для каждого сервиса своя роль. Есть папочка групп wars, для каждой группы, которая есть в инвентаре, есть свои переменные. Для каждого кластера свои инвентари, есть хост wars, для каждой, ну, короче, файлов много, мест много. Раним, типа, все, есть плейбуки верхнего уровня, туда просто делаем импорт плейбук. Допустим, у меня есть там кластер такой-то, мне нужно на нем задеплоить там 15, допустим, каких-то сервисов. Я, типа, делаю на каждый, для вызова каждого сервиса есть роль. Я, типа, как бы, есть отдельный плейбук, да, в котором написано, типа, там, MongoDB setup, например, заходишь, там, хост такой-то, roles, там, сервис MongoDB, все, есть такой плейбук. Потом я хочу его задеплоить на этот кластер, я делаю, захожу в этот кластер, там, имя кластера точка yaml, в него пишу, типа, импорт, MongoDB setup, yaml. Ну, и вот там, могу передать какие-то переменные, если мне надо. Вот у нас, в принципе, организовано все таким образом. Я думаю, вопросов, наверное, нет. Если еще какие-то будут, можно будет попосля. Это, я так понимаю, надо выбрать лучший вопрос. Вопросов много было, в принципе, хороших и интересных. Но я, наверное, как бы больше не по вопросу, а сориентируюсь. Я сориентируюсь по поводу, ну, человек рассказал новое, там, АВК. Есть такая штука, Тауэр, туда-сюда. Ну, мне, короче, понравилось. Это субъективно, вот я молодому человеку дал бы, дал бы вот так. Все, да? Тогда все, наверное. Всем спасибо, что пришли. Спасибо.